Сотрудник в сфере бизнес-экономики, если я правильно так говорю. Соответственно, два дня сегодня-завтра в рамках вашего тематического курса индивидуального предпринимательства «Бизнес-планирование» он будет читать вам гостевые лекции. Поэтому, Роман, передаю вам слово. Спасибо. Спасибо большое, Роман. Для меня это второй раз Николай, был прошедший, он в это же самое время. Так что, очень приятно вернуться снова, видеть новые лица. Интерес к этому курсу, я надеюсь, должен быть у всех. Но, когда мы обсуждали тему, мы думали, что этот курс будет для вас наиболее интересен, чтобы это максимально отвечало вашим интересам и практическим направлениям. Поэтому, двухдневный курс будет состоять из двух частей. Если их можно вкратце охарактеризовать, так будет. Сегодня мы будем в большей степени фокусироваться на создании и разработке бизнес-идей. С тем, чтобы завтра уже над этими темами практически поработать. То есть, не в порядке, чтобы посмотреть, как работает составление бизнес-плана на основании этих идей. Почему именно такое направление? Потому что, ну, вообще в любом бизнесе важна идея. И не всегда, если у вас замечательно составленный бизнес-план, а идея, скажем так, средняя вашего бизнеса, то даже если у вас очень хорошо составленный бизнес-план, не факт, что это сработает. Поэтому очень важно подумать, как вообще бизнес развивается сегодня, какими темпами, какие тенденции сегодня в плане открытия, это, допустим, создание мелких исследований предприятий, например, либо же индивидуальных предпринимателей. Несколько слов о себе. Я, значит, работаю в Норвегии уже 5 лет. Как я сказала, являюсь профессором Груда. А во-вторых, являюсь исследователем Норвежского института международного отношения, занимаюсь вопросами экономики бизнеса. И очень много работаю со странами, которые похожи на Украину. в плане развития бизнеса, в плане наличия тех или иных проблем, которые существуют для развития. Сам я вообще родом в Сазастану, хотя мой дедушка, он был из-за того, что есть формы, тоже не украинские. Поэтому приятно очень с вами работать. И давайте мы начнем создать беспроводную Powerbank, который будет заряжать не через провода, не через microUSB, а будет Powerbank, который заряжает телефон беспроводным айтем. Так как сейчас новые все телефоны выпускаются с функциями беспроводной зарядки, и мы сможем войти в рынок со своей инновацией. Также туда планируется включить Wi-Fi модуль. То есть, чтобы данное устройство могло раздавать интернет до 5 пользователей, например. С другой стороны этого устройства мы планируем сделать зарядку от солнечной батареи. То есть, чтобы данное устройство, когда мы его не используем, когда оно не тратит свою энергию, оно могло бы заряжаться от солнечной энергии. Мы не потребляем электроэнергию сети. То есть, где-то мы на выезде, где-то мы поехали в лес, мы поехали на природу. У нас есть свой Wi-Fi. Мы можем зарядить данное устройство. И мы можем зарядить свой телефон, который сел. Мы можем... Смарт-часы. Смарт-часы зарядить. Планшет. Ну, данное устройство, которое имеет не доступ, а функцию беспроводной зарядки. Стоя из того, что Вы сказали, по-моему, это две бизнес-сидения. Первое, то, что беспроводная зарядка. Второе, это энергия Солнца. Она сразу идет с беспроводной. Два в одном. Да, да, да. Три в одном. То есть, с одной стороны, мы ставим телефон, заряжаем беспроводную. Если нам надо ее зарядить, мы переворачиваем. У нас стоит энергомодуль, который потребляет солнечную энергию. И то есть, заряжает эту же батарею PowerB. И да, да, да. И дает таким потребителям интернет Wi-Fi. А что такое? Получается ценность вступания. То есть, выгорается между зарядкой и без крови. Способ. Да. То, что мы используем, мы не используем провода. Нам проще. Мы положили... Нет, понятно. В машине летим, подняли трубку. Нам не надо постоянно дергать штекер, чтобы выключить. Мы сразу себе взяли, подняли телефон и все. Нам не нужно дергаться с проводами. То есть, телефоны меньше выходят со строя, потому что... Ну, я по себе знаю, что все телефоны... У меня тоже зарядкой были проблемы, когда постоянно заряжаешь телефон, ты включаешь, выключаешь его, и разбивается гнездо, которое... И потом оно... Ну, нужно заменять его. А что касается скорости зарядки? Есть скорость зарядки? Скорость зарядки? Зачем зарядки? Зачем зарядки? Различия почти никакого нет. Ну, на данный момент, насколько я читал, различия как бы есть, но несущественные. Хорошо. Это интересно. Второй момент, что касается... Стратегии. Ну, стратегии. Ну, конечно, мы планируем выходить через интернет. Так как это инновация, так как рассчитана в основном на молодежь, которая пользуется новыми телефонами, новыми смарт-часами, у которых есть эта возможность. Через интернет, через соцсети. Ну, будем рассылку делать. Сначала, конечно, узнаем через соцсети мнение других людей. Что они думают об этой новинке? Какое их мнение? А дальше уже будет, конечно, продвижение. Если мнение позитивное, если народ принял то, что им нравится, наше бизнес-идея, то, что это... Тогда уже будем продвигать дальше. Банки нужно будет брать. Респонсора искать меньше. Ну, или, да, или представлять бизнес-идею, чтобы искать фотоинфеста, чтобы вышел святенье, мы ему рассказали, у него святенье, и посмотрел, интересные люди, или неинтересные, тогда уже... Вопрос, смотрите, идея ваша состоит в производстве таких устройств и в их реализации. То есть вы будете делать это в производстве? В производстве и в реализации, конечно. Это будет производство, то, что мы их производим, и реализация также тоже происходит от нас. Но новизна здесь состоит именно в том, что она беспроводная, потому что солнечные батареи зарядки... Да, мы, в принципе, даже можем, как делает компания Xiaomi, она покупает бизнес-идеи, то есть под их фирмой работает много других, китайских и не китайских фирм, которые выпускают экшн-камеры, тоже они под брендом Xiaomi выпускают, из-за того, что бренд раскрученный уже и в Украине, и в... ну, и за ее пределами бренд раскрученный. И начинающие стартаперы, которые вот предложили, пришли в компанию Xiaomi, предложили, вот мы хотим выпускать то-то, то-то под вашим брендом. Они как бы выпускают под брендом Xiaomi, они думают, все, о, это Xiaomi, мы это уже знаем, мы это любим, мы это будем покупать. Поэтому, как бы, можно и так сделать, что... Смотрите, вы назвали преимущество в сравнении с традиционной зарядкой в том, что, во-первых, телефона будет меньше ломаться, да? Да. И водитель удобнее. Ну, и в удобстве. Это только два элемента. Элемент то, что мы можем это использовать за городом, мы можем это использовать на природе, то есть мы выехали на природу, а он у нас раздает еще Wi-Fi. То есть мы выехали за природой, у нас точка доступа на 5-6 человек, которые могут подключиться к этой точке доступа. Хорошо. Теперь можете назвать ценовой стоимость вашего продажи? Сколько будет стоить начальная муравьба? Еще больше. Ну, ценовой не знаю, но это конечно, это очень сложно. Продолжим нас назад, когда мы будем составлять без соства. Кажется, вы тоже подумайте, что ценовой составляет, чтобы она была приезжая. В чем проблема состоит? Все живете в Николае, знаете, что у нас, например, большинство жилого фонда, это то, что построено в Северской облине было, но востроя практически нет, ну, чем мало, с самыми другими городами. Дворы наши уже давно отдет шаги в таком ужасном состоянии, что требуют каких-то изменений. Сейчас создаются всевозможные сообщества жильцов дома, которые проблемы эти не решают. В лучшем случае делается текущий ремонт. То есть там где-то дерево, которое уже перекосилось впереди, там где-то трубка меняли, но кардинально проблема не решается. Мы какую идею придумали? Создать компанию, которая будет заниматься полностью ремонтом двора под ключ. Что в себя это включает? Какие элементы? Порога. Прежде всего, где это возможно, территория закрывается, чтобы доступ был до тех людей, которые живут в монтаре. Это много этаж? Новый составляющий, стоян. Где же мы в жижей будем? Все знаете, что проблема с парковкой есть. При грамотном подходе, при продуманном подходе эта проблема решается. Когда все ставят хаотично, кто как хочет, это в итоге парковка на клумбах, посрабанной машины и всякая прочая. Это для инвалидов, для детей, для мамашек, которые на коляске, у нас это не продумано, но это требует восстановления. Зеленение. В принципе, лошадный дизайн. Клумбы, это посаженные деревья, спиленные деревья. Сейчас есть много негасперекающих ламп, которые там сами ем, заряжают. Я на полчание, минута молчания. Ну, какой-то специфический, очень ювелирный мастерской, которая бы позволила... Я хотела бы хорошего, а потом уже плохого. В принципе, это создание ювелирной мастерской, которая позволила бы решить большие социальные проблемы нашего города, сохранить в то же время сверххозяйственную землю, потом еще и повредить в какой-то степени большую коррупционную составляющую в многих коммунальных предприятиях. Почему именно ювелирная мастерская, но эта ювелирная мастерская, на что бы могла бы взять? Она, то есть, как бы, молодой вековещей памяти наших родственников. Но перед этим мы, конечно, помогли бы создать бы на первой стопусной крематуре. Поможете, что можно измечать? Измечать, что... Разброс у вас! Нет, просто нормально, потому что не надо было бы создавать кладбище, это было бы в том фоне, что мы либо делаем золотые оправы для волос умерших, либо, значит, создаем какие-то бриллианты, которые есть технологией, то есть и делаем те ювелирные изделия, которые человек мог бы носить с собой, и память о человеке была бы при нем бы. Крематория у нас сейчас нет, поэтому пока ты где? Николаевна Реальна. Николаевна Реальна, если бы, конечно, городской бюджет наоборот не поддержал бы, в какой-то день начальный толпан это развитие бы, чтобы даже много решить проблем как городском и в этом плане. Да. Да. Ну, да, но Southeast, по палке, короче, сейчас не дают? А? Не дают, что... У меня знакомые есть, которые... У меня же, они не были в городе, если... Мы даже не дают это... Поэтому уже в это... А, ценность? А, ценность? Социальные... Социальные вообще решения, это социальные проблемы. В хорозоном, в трехбас коррупция? Сейчас, конечно, мы, когда же их взяли в партнеров, они ввозят, кучи, где-то снимают, Сначала идея была создания глиматорий. Сейчас, из-за того, что проблема сохранения стоит очень остро, в нашей области, выделяется земля, в кладбище сейчас нет. Создание глиматория даже есть определенная инфраструктура, на базе которой можно создать. Себестоимость захоронения глиматория точно около 500 гривен. То есть все это так, и если еще это хранить, то есть, если вы захороните, то гроб, оград и памятник это больше, около 20 тысяч и выше. Тут 500 гривен, но так же самое. Хранить курну с прахом человека тоже где-то нужно. Не поставишь у себя дома, ее накрыли. Это тоже нужно платить, скажем так, аренду для каких-то там захоронений. И вот, чтобы этого избежать, мы хотим создать как бы цех изготовление ювелирных изделий с прахом человека. То есть, дабы увековечить память, да, дабы увековечить память и приезжать в своих ростах. Для того, чтобы дети в дальнейшем просто смотрели, там, выпивали и думали, посмотрели на этот прах. Чтобы вот, допустим, кулон из искусственного бриллианта носили в Секрас Сосовске. Семьи до религии. Да, носили на их теле. Так, так говорят. Это первая наша девица. То есть, деньги оттуда мы будем, в принципе, что. Деньги нам не кредит для чего. Это городской бюджет, потому что это решает очень много сразу проблем. Именно городской. Городской даже. Ритуальный бизнес. Мы можем даже провести подвижное исследование. Кто был бы не против. Внимание в себя. Сгореть в крематории. Кто не против? Я против. Я против. Поднимите руки. Кто не хочет гнить в земле? Кто не хочет гнить в земле? Уже вам реклама. Кто не хочет сгнить в земле? Крематорий номер один. А как вам в паркете проходить? Здесь работает с Рафаной Раджи. То есть, я не думаю, что мы будем снять ритуальный бизнес. Я прекрасно понимаю, что останутся те старые люди. Которые еще будут. Они и так и сказали. Тут будут уже. У людей будут. У них нет. Никого не оплаты. У них нет. У них нет. Мирталитет человеческий. Это экология. А мы можем пойти садить банок? Экология. Потому что у нас отверхов, подпочвенные области. И люди сразу радуют. Кто так, а кто с ними. Да нам надо не быть специалистов. Которые будут остыть этот бонсан. И помировать их. Ну что, прикольно. Маленький этот. У тебя сошли. Остался. У меня зимний зимний зимний. Ты посадил бонсан? У тебя так как было. Это меня это дедушка. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Это дерево. Одной хватит. Одной хватит. Спасибо. Спасибо. Надеюсь вам понравилось как работать в таком режиме. Завтра мы будем уже работать более практичными вещами. как составление бизнес-плана. Основы управления бизнесом. И в конце тоже снова перейдем к вашим прямым идеям. Дальше я хочу, чтобы вы составили небольшой план. Как составить приблизительный бизнес-план для организации вашей идеи. Спасибо большое за участие сегодня и до завтра.